Во Владивостоке прошла региональная конференция партии «Единая Россия». Главным ее вопросом было голосование за кандидата, который будет представлять партию на ближайших губернаторских выборах, сообщает «Ревладньюз». Делегатам были предложены две кандидатуры – действующий глава региона Олег Кожемяка и председатель Думы Владивостока Андрей Брик. За Кожемяка проголосовало 180 человек. Выступая на конференции, Олег Кожемяка подвел промежуточные итоги работы на своем посту, отметив основные вызовы, с которым столкнулся Приморский край. Мы начали с решения самых насущных проблем, которые годами копились в крае. И проблемы обманутых дольщиков. Мы с вами решали эти вопросы и подошли к финалу. Это и увеличение количества предоставляемых жилья детям-сиротам в четыре раза ежегодно. Это и проблемы с кроническим недофинансированием бюджетных организаций, с отсутствием благоустройства в наших городах и поселках. Обвешала инфраструктура наших больниц, школ, школьных стадионов. И, конечно, это борьба с коронавирусом и ее последствиями. Модернизация здравоохранения, поддержка экономики края в условиях беспрецедентного санкционного давления, развитие импортозавещения, поддержка наших защитников на фронтах, их семьи и самых близких людей. Напомним, выборы губернатора Приморского края будут проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. Соответствующее решение приняла Краевая избирательная комиссия в ходе заседания 16 июня. Документы от кандидатов в Краизбиркоме будут принимать до 15 июля включительно.